Воскресенье Воскресенье Потому что наши главные люди, которые нас снимают, они снимают Полковник вперед Только сегодня ночью прилетел из Африки И вот только сейчас добежал до нас в последний день В юридическом паре, в котором он стоит Значит, план жизни у нас такой Мы поем сейчас примерно около часа Потом минут 15 Но в течение этого часа тоже выпивать, кушать меня Это нисколько не сбывает, только радует Если я смогу, что люди сидят и не кушают, не пьют То мне не очень интересно петь Да мы зря я пою Вот Но потом сделал минут 15 для отдыха И потом еще так, минут 40 или так Где-то часов к пяти Я думаю, так закончил все песнопения Но мы здесь можем сидеть, как минимум, до полшестого А вообще-то до шести часов В свободной форме Кто что может Еще там есть желающие стихи прочитать Все можно будет Значит, то, что по содержанию Я здесь выступаю не первый раз И мне хочется, чтобы здесь прозвучало кое-что Что не было здесь спета Но не только из-за этого зала А чтобы вы тоже были в курсе Все это будет выложено в Ютубе Юра, когда примерно? Послезавтра или когда? Завтра 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 Это не успеешь после Африки Ну ладно Это все будет выложено в Ютубе И на моем сайте А мой сайт На телефоне надо брать любыми буквами Виктор Верстаков И сразу выскочит Там, кстати, есть и предыдущие записи Вот и здесь И в других местах Есть мои телевизионные фильмы Где я пою так, как по телевидению Это еще в советские времена было Вот Но там, в общем, есть что-то интересное Так что я хочу, чтобы у нас были какие-то новые записи То, что здесь Это будет первая часть То есть там будут песни, которые я давно не пел И, может быть, даже позабыл И поэтому могу сбиваться, останавливаться Начинать сначала Я надеюсь, вас это не шокирует Мы это не переживем А вторую часть я предлагаю сделать так Либо я буду петь сам избранное Что у меня тоже нагинуто А лучше, если буду, как концерт, по заявкам Если кто-то знает, а кто-то знает Какие-то мои песни Ему хочется, чтобы они сегодня прозвучали То два варианта Или же где-нибудь в антракте Записочку напишите, чтобы я сориентировался Или потом прямо с места скажу Да, вот эту песню Сможешь спеть Если смогу, то споешь Ну, пожалуй, все предисловия Кроме одной, что Это какая-то осень такая странная Заметьте, сейчас идет Третье бабье лето Такое, да? Вот теперь И вообще Для меня вот осень Такое-то Грустное время Почему-то так прощался С какой-то личной жизнью С любовью осенью Короче, у меня Будет сегодня Какой-то перекос В сторону осенних песен Переживем А начать я хочу Да, много будет Афганистана Ну, во-первых, потому что Сегодня очень много у нас Людей, которые прошли Афганистан Извините, я всех Даже не могу назвать Не хочу к вам лишнее внимание привлекать Есть много моих друзей И журналистов По правде Которые Были в Афганистане Или работали в Афганистане Или даже Садгоры в Афганистане Как вот Вадим Акулов Который в том стихотворении произнесли Вот И поэтому Достаточно много Будет песен Связанных с Афганистаном И с одной из них Я начинаю наконец Называется она «Поль труба» Я ее написал В самом-самом Начале 80-х годов И тогда ее Несколько раз Спел по радио По телевидению Почему? Потому что Она Так сказать Слегка Романтическая Песня И она легко Проходила Цензуру А потом Мне стало Неудобно Но какая-то Она слишком Романтическая А с гадами понял Что это Одна из лучших Песен Которая Я вообще Написала Правда Не стану Ничего Я не пою Сегодня Попробую Песня 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 Лето, перепутал я с мужским, И зачем сдалось мне это, Для чего я стал таким? Перед юною девицей я дрожу, Как на ветру, Дайте огненной водице, А не то совсем умру. Я гуляю по бульварам, Я года свои топчу, И опять хочу быть старым, Разлюбить ее хочу. Я гуляю с его людьмию, заразу, Из ее весенний глаз. Ладно, младше бы в два раза, Но зачем мне третий раз? Я люблю преподавание, Но не мыслим о таком, Обучаю, целоваю И владению языком. А она в ответ хохочет, И мороженое ест, И опять учиться хочет Посреди публичных мест. И любви учиться хочет Посреди публичных мест. В общем, тура молодая, Я не молод, но влюбленную, Потому я пропадаю С потеплением времен. Но скоро зимние морозы Окончательно придут, И меня охватит в розах Мой литературный труд. Дверь в лохмутьях дерматина, Я заклопну до весны, И начну писать картины Про заические сны. Мне бы лишь остановиться, Позабыть, что я знаком С этой огненной девицей, Овладевшей языком. С этой юною девицей, Овладевшей языком. У меня очень много песен о Севастополе, Но они были написаны почти всех, В те времена, когда Севастополь как-то странный был, Как бы не наш. Кстати, могу сказать, что очень раздражали, Действительно, я люблю Украину. Я там много жил, у меня много друзей. Но вот как-то Севастополь, вот эти как-то украинские флаги, Они, знаете, как-то, ну они несоответственны. И поэтому у меня много грустных песен о Севастополе, Но есть и более-менее веселые, Потом я, может, веселую спаю. А вот пока такая осенняя песня, Может, она так называется, Осень в Севастополе. Ах, какая плохая погода, Снег с дождем объявили в Крыму, Время жизни со временем года Совпадают один годы на лу. Дует летот с открытого моря, Нагоняет на сердце печаль. Я давно, уже с веком не спою, Только мне в Севастополе жаль. Под погашенными фонарями На Приморском бульваре стою. Мы порой Севастополь теряли, Но впервые вот так не в бою. Молоросы, великоросы, Мы забыли, что русские мы. Снег с дождем, роковые вопросы, И последние в бухтах дымы. Ослабевший орел над волною Смотрит мутно-дождливую даль. Я не знаю, что будет со мною, Только мне в Севастополе жаль. И не важно, что будет со мною, Только мне в Севастополе жаль. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот уже песня, которую сто лет не пьет, А впервые ее исполнито, Смешно сейчас сказать, Неудобно. Была такая программа, Телевизионная, Одно время популярная, Я, хотя, коммунист И демократов не люблю, Но как-то так получилось, Что надо было на 23 февраля Либо, значит, Я знал одного такого демократа, Военного затаща там, Либо меня. И мне пришлось согласиться. Вот я впервые Исполнил эту песню там. И с тех пор, я не помню даже, Когда я ее записывал, Ее вообще пел или нет. А песня такая. Называется песня о друге. Заволы, зазвоны засады, Барханы с угробами ветра, Наверно, забыть это надо, Но помнится, словно вчера. Страна, что за речкой на юге, Как мы ее звали подчас, Оставятся песни о друге, Вечном, ушедшем от нас. В той песне и боль, и просторы, Тревожных афганских дорог, И гордость, и гордость, и горе, и горы, Где друг отозваться неслой. А мы вот пришли за речки, Мы огняем жен и детей, И песню поем на крылечке, Среди невоенных гостей. Ни взглядом, ни словом, ни нотой, Ничьем не смутим бытием. Война была нашей работой, И мы выполняли ее. Но если концовку припева Подтянет невидимый друг, Мы глянем ни вправо, ни влево, А в сторону речки на юг. Страна, что за речкой на юге, Как мы ее звали подчас, Останется песней о друге, Навечно ушедшем от нас. А вот песни, конечно, по-разному сочиняются, И во многом, ну да как в поэзии, Там, лирический герой и автор, Это не обязательно совпадающие величины. В песнях это тем более может быть. Поэтому у меня много боевых песен, Хотя я-то, в общем-то, человек не боевой. Но я был военным журналистом, И я просто старался быть поближе К тем ребятам, которые воюют, Они просто какие-то из штабов описывают. Вот, ну а есть песни практически документальные. Вот песня называется Александровский монастырь. А это действительно есть такой монастырь. Может кто-то даже бывал, Или будет это Подмосковье, Талдамский район, Ну дальше там по тексту. Туда перевели девчонок, Монахин из Галутинского монастыря в Коломбле. И мне там довелось побывать. Итак, Александровский монастырь. И откуда взялась Топодкова На пустом каменистом дворе? Это было в селе Маклаково В Александровском монастыре. Это было в селе Маклаково В Александровском монастыре. Не по возрасту верить в приметы, Не по чину мечтать о любви. Догорает Господнее лето, Угасает волненье в крови. Догорает Господнее лето, Угасает волненье в крови. Отчего же прерывисты речи И подковка забыта в руке? Почему содрогаются плечи, И сползает слеза по щеке? Почему содрогаются плечи, И сползает слеза по щеке? И до старости сердца готова Вспоминать, как на позднее заре. Мы прощались в селе Маклаково В Александровском монастыре. Мы простились в селе Маклаково В Александровском монастыре. Песня, которая уже навеяна Чечной, Только не помню первая или вторая, Тоже очень редко ее пою. Называется она коротко, пора. Ну что ж, пора, товарищ капитан, Мы родину и смерть не выбираем. Мы был звездой, прошли Афганистан, Мы на крестах России умираем. Ну что ж, пора, товарищ капитан, Мы сыновья загадочной страны, Мы как чужие в собственной отчизне. И пусть мы ей сегодня не нужны, Но без нее и нам не надо жизни. Мы сыновья загадочной страны, Нет красных звезд на полосах знамен, Но наша кровь не изменила цвета, Еще он будет в мире воскрешен, Хотя пока мы гибнем не за это, Нет красных звезд на полосах знамен. Ну что ж, товарищ капитан, пора, Ведь мы ни жизнь, ни смерть не выбираем. Мы за державу гибнем по дурам, Мы за эпоху молча умираем. Ну что ж, товарищ капитан, пора. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А! Актиза была уже старостной официально большими буквами написал насчет осени песни почти романс снова октябрь я не считаю что было самое самое ужасное событие будет песня не о политике любви вчера брали зимние но неудачно сегодня удачного перед любви сердце устало и не болит старота невиновна разве вода счастлива старота рядом со мною рядом со мною не пойду не потревожен призракам счастья не оживлю разве мы с ней были похожи разве ее я нынче люблю снова октябрь месяц печаль воздух прозрачен и дали пусты разве вся жизнь не так что в начале нашей любви нашей мечты остановлюсь остолупенею взгляда от прошлого не оторву разве я знал встретившись с нею что я расстанусь с ней наяву разве я знал встретившись с нею что я расстанусь с ней наяву а вот еще песня которая может из себя почти ничего не представляет хотя тоже под вопросом называется «Снега России» я с удивлением когда стал перелиться в свой старый архив старые тетрадки вдруг понял что ее написал еще в школе а так как я школу кончал рано потому что я не любил учиться и сдавал экстерном перепрыгив из класса в класс то я закончил лет в 15 то есть я насчет того что у кого есть дети там учтите что в 15 лет они будут еще черт знает о чем задумываться так вот это юношеская песня которая мне не стыдна называется «Снега России» Горят ночи неугасимо снега России под звездным небом Бориса Глеба кресты собора и на дорогах и на кладвищах не видно нищих и в церквях гордых склады райдоргов гнилые днища сухие губы не устали шептать молитвы как птичья стая на поле битвы на сердца лепьют снега России неугасимым и где б я не был со мною небом Бориса Глеба снега России снега России неугасимым нигде б я не был со мною небом Бориса Глеба снега России снега России неудачу с длинной снега России неудачу а вот тоже песня может быть о тех временах но которую я написал уже позже когда он служил в армии называется Называется «Женщина, с которой я знаком» Застенчиво и радостно глядела Притопывая стертым каблуком Когда на танцах девочкой сидела Та женщина, с которой я знаком Клоинно, угловато и смешливо Судьбу искала в парке городском О, как умела быть нетерпелива Та женщина, с которой я знаком Как торопливо губы подставляла Как поцелуй встречала языком Как смятой прическу поправляла Та женщина, с которой я знаком В пробуренном битком обитом зале В партии сорвала яблоки тайком Когда мы с ним прощались на вокзале Та женщина, с которой я знаком Свидания через год десяток писем А в институте быть полковом Но день пришел и стал я независим От женщины, с которой я знаком А через много лет, когда усталость И сердцем обладела И веском Я вспомнил все, что у меня осталось Лишь женщина, с которой я знаком Я вспомнил все, что у меня осталось Лишь женщина, с которой я знаком Аплодисменты 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 Здесь у нас присутствует удивительный и замечательный человек Но здесь все удивительно и замечательно А почему связано с песней? Саша Карпенко Саша, я спою ту песню, которую ты когда-то сказал, что она тебе нравилась. Называется «Братья по войне». Вы куда идете, братья мои, братья по войне? Помню, помню, да. Вот бессонную кроватью, желтый снимок на стене. Где вы, братья, где вы, братья, мои, братья по войне? Заключенные в объятья, предававшими в огне. С кем вы, братья, с кем вы, братья, мои, братья по войне? И на вас лежит проклятие за безумие в стране. Вы куда идете, братья мои, братья по войне? Вас не вправе осуждать я, но все чаще снятся мне. Невернувшиеся братья, наши братья по войне. Да, одеждою и статью мы такие же вполне. Отчего ж так стыдно, братья, перед снимком на стене? Песня называется странная. Я не новый Арбат, но и не старый. Она ни в чем не виновата, Я ни в чем не виноват. Идем по новому Арбату, Горит огнем ночной Арбат. Так мы касаемся плечами, Мы так болтаем про любовь, Что под фонарными лучами Уже краснеет наша кровь. Ах, если бы остановиться Поцеловаться на виду, Чтобы нас поздравила столица В 2008 году. Но ждут меня жена и дети, И папа с мамой ждут ее. Мы не хозяева на свете, Мы не Арбатское жулье. Так почему же, для чего же Она так смотрит на меня, Что вдруг погалывает кожу Веденья завтрашнего дня. Она ни в чем не виновата, И я ни в чем не виноват. Идем по новому Арбату, Горит огнем ночной Арбат. Но почему же, для чего же Она так смотрит на меня, Что вдруг погалывает кожу Веденья завтрашнего дня. Пора вспомнить эту, Объявил, что я коммунист, Такую-то, как я считаю, Коммунистическую песню. Правда, название никак не придумают. В принципе, первый вариант был «Умрем за Россию». Но как-то объявлять, Что умирать тоже как-то немного. Поэтому условное название сейчас – «Красные звезды» Пусть красные звезды В Кремле погасит, Пускай над Москвою Кружит воронье, Но если мы жить не смогли Для России, Давайте сегодня умрем за нее. Быть может, и на свете Есть земли красивые, Где небо безоблачь не легче житьем, Но если мы все же родились в России, Давайте сегодня умрем за нее. Пускай нас невесты Вернутся в Россию, Однажды не сдержим мы слово свое. И если в бою Не спасем мы Россию, Давайте сегодня умрем за нее. Пусть красные звезды В Кремле погасит, Пускай над Москвою Царит воронье, Но если мы все же родились в России, Давайте сегодня умрем за нее. Пусть красные звезды В Кремле Пусть красные звезды В Кремле Сейчас почему-то называется Петра Великого. Это академия ракетных войск Стратегического назначения. Ни Дзержинский, ни Петр Великий Ракетные войска В Кремле Просто в этой песне упоминается слово «ракетчик». А у нас были несколько казар, И в том числе на Садово-Спасской улице. Вот песня называется «Садовая Спасская улица». Мечты обязательно забудутся, Но вечно прибудет со мной Садовая Спасская улица, Автобус девяносто восьмой, Пивные ларьки в окружении, И через дорогу продуманк Войдите в мое положение, Пропить все и жить натощак. Я выучусь, стану ракетчиком, Женюсь, воспитаю ребят, Над жизнью своей искалеченной, Расплачусь я вдруг не в попад. Жена удивленно нахмурится, Я выпью и снова со мной Садовая Спасская улица, Автобус девяносто восьмой, Мы людям по-своему дошлые, Советские экс-юнкера, Да здравствует светлое прошлое, Туманам завтра – ура! Претерпится жизнь и прилюбится, Жаль юность порвется струной, Прости меня, Спасская улица, Автобус девяносто восьмой, Садовая Спасская улица, Автобус девяносто восьмой. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, вот так бывает в жизни Какие-то дурацкие совпадения, И я потом, когда работал в Правде, И дали мне квартиру в Леонозово, В Глухово какого-то углу там, Ну, в общем, недалеко от платформы Леонозово. И смотрю, девяносто восьмой автобус стал там ходить. Только ходил в центре, там, Садовая Спасская, там смотрю, девяносто восьмой. Так, ну-ка, я сейчас посмотрю. Кто видит, кто видит? А, 15, да? Ну, мы с Ринатом... Ринатом у нас главный человек, Желко режиссер там сидит. Сейчас, Ринат, еще пару песен спою, И тогда сделаем перерыв. Ну, тяжелая песня, ну ладно, Последнюю тяжелую песню спою, А потом две веселых и сделаем паузы. Называется «Помолись за Россию». В гильзах сплющенных огни закипли, Чтобы ветры их не загасили, Не засыпали бы гости земли. Бог простит, Бог простит маловеров, Всех ослепших, всех заблудших простит, Но темна судьба офицера, Кто Господний свет не сохранит. Помолись за победу, Как предобразом над картой всю ночь, Божий промысл над победом Сатанинским и больным превозмочь. Помолись за солдатом, Дивен Бог в своих святых и бойцах, Умирающих брат за братом, В воскресающих в наших сердцах. Помолись за Россию, За всевечную ее правоту, Лишь бы мы огней не гасили, И звезде служа ей Христу. Лишь бы мы огней не гасили, И звезде служа ей Христу. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочется мне все-таки газетную песню спеть. Сколько друзей пришлось, правда, впервые я здесь, да? Ну, вспомни, как вы приходили в газету. Называть песню, когда пришел в газету я. Когда пришел в газету я, была любовь, была семья, Священный трепет и святые перспективы. Я ездил в дальние края, когда бы вы были так, И они все из вас по возвращению были бы живы. Когда пришел в газету я, она была моя, твоя, Родней, чем первая семья и чем вторая. И говорил я, не тая, мой репортаж, моя статья, Мол, прочитай, я тут почти не прибираю. Когда пришел в газету я, какие люди были там, А секретарши, трудолюбивей, мурая, Все-то не работал, с ними я работал я, Пока они не стали старшим. Когда пришел в газету я, не говорил, советуя, Член редколлегии, редактор по отделу. Он говорил, статья твоя, хоть не изменит ничего, Но в перспективе ты помог святому делу. Когда пришел в газету я, и вот минуло десять лет, Газета есть, а счастья нет, и в свой отдельный кабинет Шагаешь хмуром, все разговоры тет-а-тет, А коллективок сгинул след, коли не покажет, Фильм, отдел литературы. И вот когда сидишь в кино, и все вокруг темным-темно, Вдруг понимаешь, что давно ты влип во что-то, Что ни семьи, ни любви, лишь руки в краске, как в крови, Да на ротации оно твоя работа. И не семьи, и не любви, лишь руки в краске, Как в крови, да на ротации оно твоя работа. Ну что, Гитара, она намекает, что нам нужно пораньше Сделать этот самый антракт. Объявляется перерыв, нерудно, 15-20, Пока поставлю новую струну. Так что всем хорошо покушать, Выпить, закусить. Курить, к сожалению, на улице, Но там, ну, отлезать, мы можем перейти. Все, минут 15-20.